все у него отлично смотрите в чем дело доходы самозанятого декларирует сам самозанятый я допустим в этом месяце декларирует 10000 рублей дохода ну к примеру и с этого дохода я плачу налог 6 процентов и потом от оставшиеся суммы 25 процентов алиментов причем алименты я должен перечислять официально через банк я должен туда прийти либо сделать там поручение банку чтобы он списывал определенные суммы которые я буду говорить каждый месяц но чтобы не бегать не ходить каждый раз там не писать каждый раз одно и то же можно сделать это автоматизировать более-менее но допустим я иду в банк до получаю чек о том что я оплатил там должно быть написано что это алименты и если какой-то судебный пристав через какое-то время докопается что ты скотина в мае месяце 2021 года ты заплатил каких-то непонятных две с половиной тысячи я скажу у меня вот доход был 10 я заплатил 25 процентов все как положено все как полагается далее у самозанятого доходы могут быть нерегулярными правильно сегодня густо завтра пусто и допустим в июне я заработал 0 рублей в этом случае я алиментов сразу должен 12300 там или 12600 какая там сейчас средняя российская зарплата вот я должен получается 25 процентов от средней российской и если я эту сумму не заплачу если пристав увидит что я в июне месяце не заплатил ничего даже две с половиной тысячи я не заплатил то в этом случае он мне как раз начислит вот эту сумму в долг именно так получилось с григорием коротковым он показал свой доход но с этого дохода он ничего не платил но там какие-то терки с бывшей далее если доходы самозанятого допустим меня на месяц июль составляют к примеру 100 тысяч рублей дату я должен от 100 тысяч отнять налог и потом от этого отнять 25 процентов и заплатить ну то есть грубо говоря там около 20 с небольшим тысяч выйдет алиментов если в августе я показываю нулевой доход то опять же я должен одну четвертую от средней российской поэтому самозанятому как бы ему проще и выгоднее перейти на твердую денежную сумму допустим половину прожиточного минимума на ребенка там 6 500 вот это вот чтобы ежемесячно отчислять что ты знал что у тебя вот такие расходы на каждый месяц чтобы можно было там что-то откладывать и так далее и тому подобное опять же если я как самозанятый заболею не смогу вести никакую свою деятельность впаду в кому мне походу долг все равно насчитают по современным законам мне насчитают исходя из средней российской заработной платы и будет всем плевать что у меня доход был 0 рублей поэтому еще раз смотрите декларируем доход от этого дохода платим проценты и все и мы никому ничего не должны если мы декларируем 0 то мы должны одну четвертую от средней российской заработной платы если мы декларируем 0 доходов нам пишут долг 1 4 от средней российской заработной платы если мы декларируем 10 тысяч рублей но ничего не платим нам приставы считают в долг одну четвертую от средней российской заработной платы. Поняли арифметику? Вот так это работает. Теперь о том, где именно это написано. Открываем консультант плюс. Статья 113 семейного кодекса РФ. Определение задолженности по алиментам. Пункт 4. Размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на несовершеннолетних детей в соответствии со статьей 81 настоящего кодекса, определяется, исходя из заработка и иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты за период, в течение которого взыскание алиментов не производилось. То есть приставы считают вам долг по этой арифметике. Если вы не производили выплаты, вам считают долг за каждый месяц от средней российской зарплаты. В случаях, если лицо, обязанное уплачивать алименты в этот период не работало, или если не будут предоставлены документы, подтверждающие его заработок и или иной доход, задолженность по алиментам определяется, исходя из размера средней заработной платы в Российской Федерации на момент взыскания задолженности. Затык с юристами у нас получился вот в этом и или. То есть какая здесь работает логика? Юрист говорит, что и не исключает или. А я пытался ему доказать, что если мы подтверждаем заработок, то в этом случае нам считаются алименты от заработка. Тут же написано, если не предоставлены документы, подтверждающие заработок, то тогда задолженность по алиментам определяется, исходя из размера средней заработной платы. Именно поэтому весь срок уплаты алиментов придется самозанятому самостоятельно скринить все документы, собирать, подшивать в папочку, потому что неизвестно, что там через 10 лет будет. А вдруг скажут, можно теперь с сегодняшнего дня взыскивать алименты за 10 лет. Сейчас вот можно за 3 года взыскивать. А вдруг за 10 можно будет. Должны быть документы, которые подтверждают каждый проплаченный месяц. Иначе вы встрянете на бабки. Причем на серьезные такие бабки. В соответствии же со статьей 81 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии соглашения об уплате алиментов, алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере на одного ребенка одной четверти, на двух детей одной трети, на трех и более детей половины заработка и или иного дохода родителей. Твердую денежную сумму регулирует у нас статья 83. Для самозанятых это наилучший вариант. Так что если у каких-то приставов или судов возникнут к вам вопросы, вот вам статьи, которыми вы можете пользоваться и отбиться. Все это доступно бесплатно в консультанте плюс. Главное грамотно это все расшифровывать.